Привет, друзья! С вами Александр Кушнарь на Ньюсейдер и сегодня вечер 21 сентября и у нас в студии наш израильский коллега Юрий Гиммельфарб. Юра, здравствуй! Привет, Саш! Добрый вечер, дорогие зрители! Юр, конечно же, мы с тобой начнем с темы об объявлении Путина мобилизации и так называемых присоединений готовящихся. Я имею ввиду, конечно, вот те референдумы, которые, безусловно, завершатся в конечном итоге желанием вот этих так называемых республик стать частью России. Ну и, естественно, за этим последует прием их в состав России, хотя с таким же успехом можно было бы принять состав России и Аляски. Но дело не в этом. Мы сейчас с тобой поговорим вот о чем. Мы поговорим с тобой, в первую очередь, о реакции международного сообщества, потому что, на самом деле, конечно, во-первых, мы это все уже обсудили, и, во-вторых, ну что ж, сумасшедший может называть себя Наполеоном, Аристотелем, Ницше, но от этого он не станет ни тем, ни другим, ни третьим. А вот что будут делать доктора вот в этой больнице? И вот я вижу, что сегодня говорят доктора, все хором сказали, что это, во-первых, слабость, конечно, Владимира Путина вот в этой войне, что это признак того, что он терпит поражение, и что это никак не повлияет на дальнейшую поддержку Западом Украины в военном смысле. Ну вот, что я хочу уточнить. Значит, как ты думаешь, а какова решимость Запада в помощи Украине теперь, когда Путин начал уже намекать, уже открыто и публично, вот как мы услышали его выступление, на возможность применения ядерного оружия? Видишь ли, Саш, на самом деле вот это выступление Путина – это очень хорошая новость и для Запада, и для Украины, и для России. А дело вот в чем, я не оговорился. На самом деле, для Запада, почему это хорошо? Потому что, во-первых, становится понятным, что Путин ядерное оружие применять не будет. Это очевидно. Для применения ядерного оружия мобилизацию не объявляют. Это все понятно. С другой стороны, почему для Запада хорошая новость? Дело в том, что на самом деле, если Путин кидает необученное пушечное мясо, то, значит, никаких других резервов у него не осталось. Современная война – это не битва при Галгамеллах, это тоже надо понимать. Собственно, я могу, конечно, привести исторические примеры, что в свое время Кир Великий – это был первый правитель, первый полководец, который довел свою армию до полумиллиона человек. Ну, а Чингисхан довел свою армию до миллиона человек. И что? Ну, бросьте вы сейчас эту полумиллионную армию Кира с копьями, клесницами, баллистами, катапультами на украинский фронт. Ну и сколько времени эта армия просуществует? Да не сколько. Она будет просто-напросто удобрением для украинского чернозема. Здесь то же самое. Поэтому для Запада это сигнал слабости Путина. Почему это хорошая новость для Украины? Соответственно, если Путин объявляет мобилизацию, то это, соответственно, война. Значит, можно совершенно свободно помогать Украине в качестве союзников. Если раньше там, как говорится, то можно, то нельзя и так далее и тому подобное, то теперь все равно. Ты преподнес на блюдечке с головой каемочкой для Запада подарок. Это пожалуйста. И давайте мы не будем забывать, что это замечательный подарок и для россиян. Потому что теперь у россиян выбора не осталось. Или стать удобрением в украинском черноземе, или снести эту власть к чертовой матери. Поэтому в данном случае протестовать для россиян становится выгодным. Потому что если даже они сядут, в худшем случае, то, минуточку, они становятся политическими. А политических даже Сталин не направлял в штрафбаты. Этот урок со времен Первой мировой войны очень хорошо был усвоен. Когда я напомню, кто распропагандировал российскую армию? Студенты, вольнодумцы и прочие политические. Ну и я задаю вопрос, будет в этой ситуации Путин направлять политических на фронт? Да нет, конечно. Соответственно, россиянам сейчас выгодно подойти и дать менту в морду. Для того, чтобы сесть просто-напросто в тюрьму. Но у россиян это худший вариант. А лучший вариант это снести свою региональную власть и открыто заявить. Или прекращайте войну в Украине, или мы больше не Россия. Вот тебе и все. Поэтому в данной ситуации эта новость хорошая. Как отреагирует Запад, моя точка зрения, они не идиоты. И подобного рода сигналы они прекрасно понимают. Другое дело, ты скажи, что на Западе, к сожалению, достаточно велико влияние разного рода леваков и а-ля Шрёдеров или а-ля Орбанов, или Марин Лепен, которые поддерживают Путина и существуют на его деньги. Но в данной ситуации у западного истеблишмента есть все шансы просто придавить этот сволчий и больше о ней не вспоминать. Вот и все. Скажи, пожалуйста, почему ты думаешь, что факт мобилизации означает, что Путин не собирается применять ядерное оружие? То есть ты полагаешь, что или то, или это? Конечно. Еще раз. Вот услышьте меня, друзья мои. Ядерное оружие или оружие судного дня, время его действия, минуты, минуты, подлетное время с территории США до территории России составляет 20-30 минут. С подводных лодок от 15 минут. Помилуйте, господа, какая в этой ситуации мобилизация. Мобилизация производится только для конвенциональной войны. Больше ни для чего мобилизация не производится. Более того, почему это хорошая новость и для россиян, и есть еще одна деталь. Россияне четко понимают, что дети депутатов, любовницы депутатов или любовники, я в этих моментах не разбираюсь, они не пойдут воевать. Уже сегодня стало известно, что сторонники Алексея Навального позвонили сыну Пескова, представившись с сотрудниками военкомата, и он их послал куда подальше и сказал, что будет с ними разговаривать на другом уровне. Могу зачитать даже. Ведь понимаю, вот ведь в чем дело. Прямая речь вот этого самого Николая Пескова, сына Дмитрия Пескова. В 10 утра, естественно, говорит он, я завтра не приеду. Заметь, как он высказывается, да? То есть он говорит, как начальник с подчиненными. Если вы знаете, что я господин Песков, вы должны понимать, насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился. Я буду это решать на другом уровне. Мне надо понять вообще, что происходит и какие у меня есть права. Завтра, чтобы меня забрали, поверьте, это ни вам, ни мне не нужно. У меня проблемы защищать Родину. Нет. Но мне надо понимать целесообразность моего там появления. Я говорю вам о политических определенных нюансах. В общем, это был словесный, так сказать, поток, который, в общем, наверное, должен сейчас еще больше разозлить россиян, которые и так в бешенстве, как я вижу по пабликам, из-за того, что внезапно выяснилось, что война пришла к ним в дома. Конечно. Я больше того скажу. Я, честно, вот такого быстрого переобувания таких матерых ватаноидов, что мама не горит, я давно не видел. Что они раньше орали, что украинцы проиграли, украинцы нехорошие люди. Сейчас все паблики полны информацией и пожеланиями всего плохого Владимиру Владимировичу Путину, который, я напоминаю, в книге жизни записан на Бакуизме. Ну, это ладно. Это детали. Но, помилуйте, это раздражает больше всего. Плюс катализатором раздражения является понимание того, что на сегодняшний день в России четыре армии. И это давайте мы не будем забывать. Давайте считать. Минобороны подчиняется Путину. Шойгу, черт с ним, это не фигура. Второе. Росгвардия Золотова. Третье. ОПГ ЧВК Влада, Пригожина. И четвертое. Это армия Кадырова. И, поверьте, каждый в таких ситуациях будет решать с помощью своей армии собственные интересы. Собственные. Это, по сути дела, тот самый ленинский лозунг «Превратим войну империалистическую в войну гражданскую». И давайте мы не будем забивать нацбаты, так называемые национальные батальоны. Мне вам напомнить, откуда появилось выражение «боевые буряты». Думаю, вы и сами это знаете. А ингушская рота. То же самое. Ребята формируются в воинские подразделения по национальному признаку. Ну, что вы хотите. Ну, это же уже притчевый язык стало, когда буряты начали перестрел с кадыровцами из-за награбленного добра. Кадыровцы на передовую не идут. Это заград отряды. ЧВК одно подразделение кинули на передов. С чем это закончилось? Сейчас уже все в сети ржут. В полном составе взяли и сдались в СССР. Ребята, ну вы поймите, что в такой ситуации Путин, это даже не выстрел себе в ногу, это выстрел в висок из гранатомета. Объявлять мобилизацию. Вот вам и ответ, дорогие мои. Юр, я все-таки хочу возвратиться к ядерной теме, потому что на самом деле западные лидеры встревожены. Я сейчас объясню кое-что. Вот за сегодня три заявления высокопоставленных представителей НАТО. Ну, собственно, лидеров НАТО, можно сказать. Два из них это высшие американские чиновники, один это генсек НАТО Йенс Толтенберг. Я сейчас скажу, как они высказались по поводу угроз со стороны Путина, который, кстати говоря, намекнул на ядерную угрозу. Он, вот как я понял своей речи, напрямую не угрожал, но вот он сказал, что у нас есть ядерное оружие, мы применим все средства. А в совокупности с тем, что он сейчас собирается присоединить эти украинские территории на бумаге, ну, как бы понятно, намек, мол, имейте в виду, что мы можем и ядерным образом ответить в случае, если в СУ начнут уже на российские территории нападать. Значит, вот что говорит Йенс Толтенберг. НАТО позаботится о том, чтобы в Москве не возникло недопонимания относительно серьезности применения ядерного оружия. Очень жесткое заявление. Второе. Это координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, недавно исполнявший обязанности пресс-секретаря Пентагона. Я цитирую его. Мы всегда должны рассматривать подобную риторику серьезно. Это безответственная риторика для ядерной державы, но она нетипична в сравнении с тем, что он, то есть Путин, говорил в последние 7 месяцев. Мы рассматриваем это серьезно. То есть он увидел отличие от прежней риторики Путин. Ну и наконец Джо Байден, который сегодня выступая на Генассамблее, он заявил, что это безответственно, действительно, подчеркнул он, и что в ядерной войне не может быть победителей. Но до этого, я напомню, он дал интервью каналу CBS, которому сказал, что он предупредил Путина, причем подчеркнул, что ни в коем случае, даже не думай, не надо, не надо, не надо. Он трижды подчеркнул, сказал, что последствия будут очень серьезные. Ну при этом он, естественно, не стал раскрывать подробности, но суть вот такая. То есть, смотри, впервые, наверное, за все время в НАТО и в Соединенных Штатах очень серьезно отнеслись к этим угрозам. При этом я хочу подчеркнуть, что вот тот же Кирби сказал, это тоже очень важно, что США следят за стратегическим положением России, но имеется в виду за ее ядерными силами, и пока не видят в нем изменений. То есть, вот с точки зрения практики, ничего не изменилось вот сейчас. Они и в прошлые месяцы говорили, что мы наблюдаем, и мы не видим какой-либо подготовки к применению ядерного оружия. Вот они не видят изменений на данный момент. Но вот в риторике они услышали что-то такое, вот их это насторожило. Юр, как ты можешь это прокомментировать? Прокомментировать я это могу просто, что на Западе слишком серьезно относятся к словам Путина. Давно пора понять, господа западной политики, что Путин – это просто неадекватность подворотней, и рассматривать всерьез слова этого напуганного человека, этого мелкого и серого человека не стоит. В данном случае реакция Запада, и я немножко забегаю вперед, это не противоречие в моих словах, реакция Запада была совершенно правильной. В переводе на язык подворотней, который Путин понятил, они сказали следующее. Чувак, завали хайло и не вякай. Ответка будет, даже и не думай, что ответки не будет, а дальше мы занимаемся своими делами. Вот и все. В данной ситуации Путин – это мелкое, злопамятное, очень обидчивое существо. После того, как на саммите ШОС в Узбекистане его опустили ниже Плинца, указали ему его место, что это мелкая страна третьего мира, а он никто, соответственно, он желает отыграться. Это естественно, то, что он объявляет в какие-то референдумы. И, ребят, вот здесь я хочу подчеркнуть одну вещь. Вот понимаете, это поведение, как бы вам сказать, это поведение соседа, ну, какого-то соседа-алкоголика, который на людей, на жителей подъезда уже не производит никакого впечатления, но вся его риторика направлена на то, чтобы произвести впечатление на членов своей семьи, которых он запугал своими кулаками. Вот и все. Больше ничего. То есть никакого применения ядерного оружия не будет. Я просто хочу объяснить, что любая подготовка к пуску ракет – это не секундное дело. Это не автомат Калашникова, который снял с предохранителя, взвел затвор и автомат готов к использованию, но он начал стрелять. Нет, это видно, существует определенного рода методология, это и спутниковое наблюдение, и мониторинг, к которому подключены обе стороны. Это видно все. Как только, грубо говоря, вот эти шахты будут приведены в готовность, мгновенно последует ответная реакция. Мгновенно. Путину это объяснили. Но просто Путин глуп, что он не понимает этого. Вот и все. А эти референдумы, это я говорю, это для внутреннего употребления. Это еще римляне сказали. Украденное не принадлежит вору. Ну и пускай он объявляет референдум. Технологии обмана и фальсификации, они доведены до такого состояния, что на сегодняшний день в России могут провести референдум о присоединении Аляски к территории Российской Федерации. Там 100% жителей проголосуют. А что ты смеешь, Саш, технологии доведены до этого. Это на самом деле так. И после этого, извини меня, что Путин говорит, что я запрещаю самолетам Соединенных Штатов появляться на Аляске. Друзья мои. Ну вы понимаете этот бред? Юр. А это сравнимые совершенно вещи. Совершенно с тобой согласен, конечно. И еще раз возвращаемся к началу. То есть, если сумасшедший бьется об стенку и говорит, что он Тайсон, то, собственно, главное, чтобы уши не кусал, а так, в принципе, может продолжать. Значит, у меня вот такой вопрос. Ты напомнил про Шосс. И там, в общем-то, премьер Индии в моде откровенно опустил Путину. Будем говорить вот такими простыми словами. Просто опустил его. Путин опущен. И то, как он отреагировал, когда Моди его очень мягко отчитал, сказав, что хватит воевать, уже пора прекращать это дело, тоже показывает, что Путин просто не ожидал вот такого. Он мямлил, он сидел там что-то в пол, уставившись, бормотал. Да я вот тут вот быстро постараюсь закончить. Это же он перед россиянами в записи, подготовленный, когда ему никто не мешает, когда перед ним не сидит, глава страны с населением в полтора миллиарда, да? Да, это вот тут он смелый, перед несчастными россиянами, которых можно давить. А вот перед премьером Индии он показал себя сопляком. То есть показал свою суть, на самом деле, кем он реально является. Теперь это сильным лидером. От которого, кстати, он ожидал какой-то поддержки, а тут вышло вот оно как. Я к чему говорю? На CNN как раз сегодня, 21 сентября, вышла очень интересная заметка. И я бы хотел сейчас с тобой ее обсудить. Она называется примерно так. Значит, заголовок Смысл в том, что сейчас американцы ведут с властями Индии переговоры о том, чтобы восстановить, я бы так сказал, да, возродить или построить, так сказать, с нуля, если хотите, некий альянс, альянс между Соединенными Штатами и Индией. И именно против России. Для того, чтобы Индия избавилась от оружейной и газовой, или там, нефтяной, скорее так, в данном случае, зависимости от России. Потому что Индия известна как страна, которая имеет долгие связи с Россией. Она закупает у России довольно долго, много десятилетий оружие, нефть. И американцев это сейчас беспокоит. Вот они пошли вот в это дипломатическое наступление. И похоже, что со стороны Индии есть согласие. Хотя бы уже потому, что, с одной стороны, вот это заявление премьера Индии, но с другой стороны, вот недавно, кстати говоря, министр газовой промышленности Индии сказал, что он готов рассмотреть возможность закупки нефти у России по цене, вот, так сказать, не выше определенного уровня, как это называется, да? Вот, речь идет вот о той... По дэнкенговым ценам. Да, по дэнкенговым ценам, которые хотят сейчас согласовать G7. А то есть присоединиться, по сути, вот к этой вот санкции против российской нефти. Так вот, так вот, я хочу у тебя спросить, что ты думаешь, значит, вот этого перспективного направления? Потому что Индия, это, еще раз, это одна из самых мощных экономик мира, и Путин на нее надеялся, как на одного из своих двух главных союзников, а оказалось, вот оно как, значит, они отворачиваются от него. Какие перспективы тут, как это может повлиять на ход конфликта в Украине, или Путин вообще уже никого не слушает и будет действовать так, как он уже решил? Путин будет действовать так, чтобы просто чисто физически спасти свою шкуру. И вот из этого надо исходить. А что касается Индии, то Индия, как и Китай, это страна, которая себе на уме. Они всегда придерживаются политики собственных интересов, больше ничего. Ни на кого оглядываться они не будут. И какой-то маньяк, который там затеял с кем-то войну, не из-за спорной территории, как Индия и Пакистан, а в данном случае просто вот проблему выдумал на ровном месте. Индия скорее уйдет в объятия Соединенных Штатов. Тем более, что для Индии США это огромный заказчик. Как, во-первых, с точки зрения, во-первых, высоких технологий. Потому что индийские программисты, они очень здорово потеснили российских. Очень здорово. И кроме этого Индия отбирает у Китая, так сказать, пальму первенства сборочной фабрики. В частности, многие заказы выполняют, уходят из Китая в Индию, потому что там дешевле. Вот. Поэтому в данной ситуации у Соединенных Штатов есть хорошие перспективы. Кроме того, чисто географически, если Белому Думу удастся создать альянс на Ближнем Востоке против Ирана, и если сейчас, как известно, было соглашение Авраама между Израилем и Арабскими Эмиратами, и если будет подобное между Израилем и Саудовской Аравией, что в обозримом будущем это более чем вероятно, то я так думаю, что не составит труда Соединенным Штатам убедить арабских шейхов поставлять нефть в Индию. Ну и что? И будто они это делают. Высокооктановую нет. А российская, ну для чего она нужна? Для производства мазута. Ну и будто они там немножко закупать, и что? Юр, ну и вот к вопросу о нефти. Нефть дешевеет. Бренд закрепилась уже, похоже, окончательно на уровне 90, и периодически сейчас тестирует уход ниже 90. Это очень хорошая новость. Она держится уже на этом уровне несколько недель. При том, что до этого она недели и месяцами держалась на уровне выше 100, в общем, значительно выше 100. Хорошая новость, по-моему, для всех нас, потому что Россия и так-то со скидкой продает нефть свою. Примерно 30% от мировых цен. Ну а тут еще минус 10, и это только начало. Я думаю, что это тенденция к снижению. Мы увидим и 80, и 70 долларов за баррель эталонной марки «Бренд». У России проблемы на этом фронте? Конечно, проблемы. Но у России гораздо большие проблемы. Понимаешь, цены на нефть, они еще зависят и от Ирана. А давай мы не будем забывать, что сейчас в Иране происходит. А в Иране из-за убийства девочки религиозными фанатиками, полицейскими, из-за того, что она там платок неправильно носила, сейчас там протесты, и уже несколько мечетей этих сумасшедших айтол разгромили. И если сейчас вот эта вот революция, как в 79 году, она сметет этот режим айтол, вот это будет событие, которое потрясет мир. Как говорится, эта штука будет посильнее Гёте Фауста. А причина-то элементарна. Просто Иран давно... Жители Ирана, граждане Ирана, они давно уже хотят интеграции с Западом. А не с этими сумасшедшими айтолами. Меня впечатлило сегодня видео одно, где иранцы просто-напросто оказали сопротивление полицейскому. Он хотел применить электрошокер против одного из протестующих, и вот только он его включил, как набежало очень много. Их, то есть, они действуют, может быть, не очень организованно, но достаточно сплоченно. И, собственно, полицейский пожалел вообще, что он там попробовал поднять электрошокер. То есть, он теперь знает, что он может получить сдачи. Я думаю, теперь многие из них это понимают. Ну, посмотрим, чем закончится вот этот вот протест. Будем надеяться, что все-таки иранскому народу удастся наконец сломать этот отвратительный террористический режим айтол, который сейчас помогает российскому режиму как может. В частности, передает ударные дроны, которые, к счастью, ВСУ уже, похоже, научили сбивать, но сейчас все-таки ищут какое-то системное решение в связи с этим. Так что... И вот в этой связи, Саш, здесь как раз наступает момент истины для русского народа. Я вообще говорю открытым текстом, что вот сейчас поведение россиян – это самый главный источник русофобии. Не мы с Сашей, а поведение россиян. В чем тут дело? А дело в том, что сейчас идеальный момент для того, чтобы просто сковырнуть режим Путина по образу и подобию, как это сейчас делают таранцы. Но если и сейчас россияне прогулутся, то все мировое сообщество отдаст себе отчет. С этими людьми можно делать все, что угодно. Что с ними и делал. И вот это надо четко понимать. Ну что ж... Как-то вот так. Георг, спасибо тебе огромное за этот твой комментарий. Мы продолжим следить за вот этой судьбоносной историей. Подписывайтесь на канал Юрия Гимельфарба, Нью Рашворд и на Нью Сейдер. Поддерживайте наши каналы через те ресурсы, ссылки на которые вы найдете в описании к нашим видео. И мы пожелаем украинцам стойкости и силы. Впрочем, к счастью, и того, и другого у них хватает. Мы видим, что сейчас все от начальника собственно ВСУ главнокомандующего Валерия Залужного до президентского офиса говорят, что Украина уничтожит всех захватчиков. Кто бы там ни был и какой бы статус они не имели, хоть мобилизованный, хоть контрактники. И мы видим, что на данный момент у вооруженных сил Украины действительно очень серьезные успехи на этом направлении. Слава Украине! Ну и героям слава! Всего вам доброго! До свидания! И до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok